Час дня на Дону У микрофона Марина Орлова за звукорежиссерским пультом Сергей Гужев. Здравствуйте! 17 июня наша страна будет отмечать праздник, близкий, наверное, каждому. День медицинского работника. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечение. Ведь даже в самом начале жизни человека при рождении младенца непосредственное участие принимают доктора. Сегодня мы поговорим о том, какие проблемы волнуют наших граждан, с какими вопросами чаще всего они обращаются к врачам. Поговорим о сложностях профессии, а также затронем психологический аспект, как иногда неосторожное слово может ранить пациента. К счастью, в нашей студии присутствуют профессионалы, специалисты с большой буквы. Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач и кушергинеколог высшей категории, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского университета Ирина Олеговна Буштерева. Здравствуйте, Ирина Олеговна. Здравствуйте! Кандидат медицинских наук, терапевт Наталья Алексеевна Артеменко. Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Добрый день! Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии номер 4 Наталья Борисовна Кузнецова Здравствуйте, Наталья Борисовна Добрый день И психолог, психотерапевт Европейского реестра Екатерина Владимировна Трофимова Здравствуйте, Екатерина Владимировна Здравствуйте Отмечу, что мы работаем в прямом эфире Звоните в нашу студию по телефону 200-25-19 Задавайте волнующие вас вопросы или пишите нам по номеру ватсап 8938-165-107 Также, друзья, нас можно не только слышать, но и видеть Для этого заходите на сайт 3W-DON24 Наталья Алексеевна, первый вопрос вам Расскажите, пожалуйста, в общем, какие проблемы волнуют наших граждан С какими вопросами к вам обращаются чаще всего И всегда ли удается выявить причину проблемы Самое актуальное – это проблемы сердечно-сосудистых заболеваний Именно сердце определяет, сколько человеку жить И наиболее актуально – это контроль артериального давления На сегодняшний день не существует понятия рабочее давление И в 80, и в 18 лет оно должно быть 120 и 80 И если доктор говорит, что для вас достаточно 140 и ниже не снижайте Я бы посоветовала обратиться к другому доктору за помощью Полезная информация Итак, давление 120, в крайнем случае 130 и 80 И это уже гарантия, если не благополучия, то по крайней мере жизни И возможности стремиться к этому благополучию Следующий момент – рост онкологических заболеваний Это не терапевтическая проблема Но наиболее актуально – заболевания желудочно-кишечного тракта К ним приходят к терапевту И тут не надо ограничиваться стандартным набором лекарственных препаратов Необходимо проходить исследование И ФГДС, и колоноскопия Сейчас это делается под анестезией Это может быть безболезненно Вы поможете нам своевременно поставить диагноз Вы поможете себе дольше жить И как ревматолог, и не только терапевт Не могу не сказать о суставах Потому что если сердце определяет продолжительность жизни То суставы определяют качество жизни Нам важно бегать, быть активными Плавать, как Ирина Олеговна, по 5 километров Или как моя сегодняшняя пациентка Которая 79 лет пришла с травмированным коленом Потому что она играла с внучкой в падминтон Вот мне хотелось бы, чтобы такое качество жизни Мы, терапевты, ревматологи, могли обеспечивать Спасибо вам большое Напомню, что мы работаем в прямом эфире 200 ровно 2519 У нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Здравствуйте Представьтесь, пожалуйста Меня зовут Тата У меня вопрос следующего характера Возможны ли роды естественным путем После кесаревого печенья И если да, то через какой промежуток времени Спасибо вам большое, Тата, за вопрос Хороший вопрос Кто ответит? Наталья Борисовна Да, спасибо еще раз, Тата, вам за вопрос Роды через естественные родовые пути У женщин с рубцом на матке Конечно, возможны Это современный тренд И этому есть физиологическая подоплека Действительно, организм может позволить себе такую роскошь Но ориентироваться нужно прежде всего На состоятельность рубца И для этого мы интересуемся не только ультразвуковыми критериями рубца Которые мы прослеживаем на протяжении всей беременности Но и тем, в каком сроке Как протекал послеоперационный период Были ли воспалительные заболевания Как проходило заживление Вот если все эти факторы в совокупности Удовлетворяют врача Прежде всего, как профессионала И если у вас есть эмоциональная сила Если у вас есть настрой Уверенность в том, что это действительно Настрой, это очень важно Вы можете завершить свои роды Через естественные родовые пути То тогда, конечно, да Через один год вы можете планировать И, собственно говоря, это не влияет время Скажем так, принципиально Влияет на другие факторы Я хотела бы добавить Ну, во-первых, здравствуйте, Тата Я узнала по голосу Это наша очень активная пациентка Очень доброжелательная У которой очень высокая, кстати, планка Требований к врачам К медицинской помощи При этом она очень доброжелательна И даже какие-то замечания Или пожелания по помощи Высказывает В очень доброжелательной форме Она мама маленького ребенка Маленькой девочки замечательной Оливки Она будет еще мамой, конечно Поэтому вопросы Она всегда очень активно участвует В наших передачах в том числе И я бы хотела добавить то, о чем сказала Наталья Алексеевна По поводу суставов Безусловно, давно уже йоги И японцы, и китайцы, в первую очередь Китайца медицина сказала Что все дело, все здоровье В связках и в суставах Так как нам предстоит такое Не дожитие А активное, в общем-то Взросление Потому что Во все обсуждаются вопросы О переносе времени Пенсии Ухода на пенсию Активно Мы, видимо, должны бы жить С этими реалиями Мы должны к этому готовиться Как никто другие Правда же? И Наталья Алексеевна В первую очередь Потому что Что толку Если будут пациенты Пенсионеры Перед пенсией Больные И со скованными суставами Качество жизни Здесь имеет Первостепенное значение Я в этом согласна Но об этом должны И акушеры, и гинекологи Заблаговременно Задолго думать У нас здесь блестящий в этом плане Союз с Натальей Алексеевной Мы друг друга понимаем Очень хорошо Это замечательно Ирина Олеговна С вами еще отдельно Мы пообщаемся Потому что Обязательно задам вам вопрос С какими чаще всего Проблемами и вопросами К вам обращаются Не могу не зачитать Сообщение ватсапа Но к нам пришло Почему врачи ставят Порой диагноз от фонаря Цитирую Экспериментируют с диагнозами Уходит время Сталкиваетесь ли вы С такими ситуациями Когда явно диагноз Не соответствует состоянию пациента А время уходит Или уже ушло Или уже поздно Наверное Тут мы сталкиваемся С другой проблемой Разный взгляд На критерии диагноза У доктора И у пациента У нас существует По современным Международным стандартам Диагноз Сомнительный Вероятный И достоверный При первом контакте С пациентом Например Большинство клинических Исследований Оно позволяет Установить диагноз Вероятный И назначить лечение И вряд ли пациенту Стоит терять Несколько недель На то Чтобы проходить Дообследование Дорогостоящие Иногда это Не в одном центре Локализованные И можно уже Начать лечение А коррекция С учетом Дополнительных Исследований Они очень правильно Называются Дополнительными методами Может быть Проведена позже Итак Основная роль В постановке Диагноза Играет клиницист Играет врач А вот Есть такое мнение Что Чтобы вообще Понять Какой у тебя Диагноз Нужно обойти Хотя бы Трех врачей Как вы к этому Относитесь Плохо Плохо к этому Относимся Я бы хотела Еще добавить Есть Такое Такое Словосочетание У меня Как профессиональная Порядочность Что это значит Это значит Что если К вам попал Пациент И вы Затрудняетесь Поставить Диагноз То Лучше Попросить Помощи У старшего Или более опытного И не скрывать Скажем так Не то чтобы Своей некомпетентности Но своих трудностей Потому что Перед вами Живут человек И для него Важно Все таки Истину найти Что я бы хотела Добавить Диагноз От фонаря Очень хороший вопрос Спасибо за этот вопрос Да Такое возможно На мой взгляд Это бывает В трех случаях Первый случай Это некомпетентность Нечего сказать Первое Что придет На ум Второе Это желание Заработать И В общем-то Тогда погоня Идет Пациента По длительному Кругу Вот И третье Это профессиональная Недобросовестность О чем говорит Наталья Борисовна То есть А бы как Что бы либо И так далее Все эти варианты Очень плохие Они Слава Богу Что возможно Их меньше Но я хочу напомнить Что Классическую медицину И врачей Которые Булгаков Чехов Которые описаны Наши классики Это были врачи От Бога Это земские врачи Они были врачами Общей практики Поэтому Это никто не отменял Это должны быть Вот как Широкого спектра действия Как врачи Как Наталья Алексеевна Вот Которые во всем разберутся И уточнят Если нужно Но не посылают В первую очередь На МРТ На ультразвук Перед тем Как поговорить с пациентом И выяснить всю Постараться клиническую картину Спасибо А я бы еще четвертый пункт Добавила Это неуверенные в себе Специалисты Которые боятся признаться Вот так глядя в лицо Пациенту Что я не знаю У нас кстати В психологии тоже есть Такая традиция добрая Если ты не знаешь Как быть с клиентом Перепослать его К другому специалисту Я вам хочу сказать Крайне редко Это происходит И не потому что Нет проблем А потому что Стыдно В этом признаться Напомню Что мы работаем В прямом эфире 200 равно 2519 У нас есть телефонный звонок Алло здравствуйте Алло Алло здравствуйте Как вас зовут Меня зовут Ольга Очень приятно Ольга Мне бы хотелось Задать вопрос Ирине Олеговне По поводу Родов Вот при оболочечном Прикреплении Пуповины Можно ли мне рожать Самой Или лучше Кесарево сечения Вот что она посоветует Спасибо Алло Это один из самых Сложных вопросов В акушерстве Которые требуют Постоянного Непрерывного Мониторинга В родах Да Эти роды Возможны Но они сопряжены С высоким риском Поэтому Здесь Консультирование Должно быть Сугубо индивидуальным Потому что Есть всего Несколько минут Для принятия решений Перехода на Кесарево сечение В том случае Если Разовьются Осложнения Осложнения Может быть Разрыв Этих сосудов Которые идут Не в толще В артоне В остудне Защищены Всеми оболочками Пуповины А прикрепляются Вне Зоны Вот этой Защиты Поэтому Это нужно Очень Индивидуально Принимать решения На Приндивидуальном Консультировании Это частая проблема Это достаточно редкая Проблема Но они есть И это всегда Код омега То есть это Скоропомощные ситуации Которые требуют Дополнительного Внимания И высокого Профессионализма То есть в любую минуту Должна быть готовность Перейти к Оперативному Родоразрешению И на это Уходят Должны уйти Не больше Пяти Тире Десяти Минут У нас есть сообщение Присылали нам Номер Ватсап 8-9-3-8-165-107 Тоже присылайте Как важно Чтобы врач Был еще и Хорошим человеком Когда моей дочке Было 17 лет Ей приснился сон Что она не может Иметь детей Это была навязчивая Идея Мы пошли к гинекологу Посмотрев ее Она каким-то Чудесным образом Моментально установила Что у нее Не Овуляторный Правильно да Цикл Правильно я читаю Овуляторный И Что забеременеть Ей будет очень сложно Что придется Пить гормон И так далее Она сказала Что Она сказала Это все при дочке Не подумала Как сильно Это ее может ранить После этого Бедная моя девочка Себе навнушала Такого Что потом пришлось Обращаться За помощью К психологу Все у нее было нормально Со здоровьем Сейчас растет Прекрасного сына Забеременела сама Без всякой помощи Со стороны медиков Поделилась с нами Ольга Действительно Эндрик Кроме беременности, которые там были перечислены. Конечно же, есть и атерогения, которая возникает вследствие неправильного диагноза и вследствие неправильно назначенного лечения в соответствии с этим. И вследствие манипуляционных каких-то действий врача, которые были назначены неадекватно к состоянию больного. И здесь, конечно, нужно сказать, что особое внимание мне бы хотелось уделить такому моменту, как внушаемость пациента. И у нас сегодня присутствуют здесь как раз врачи, которые помогают при родах. И это особое состояние сознания. Это состояние сознания, в котором пациент находится в трансе. А ведь в трансе внушаемость возрастает в разы. Также это касается и тех представителей специальности, которые работают с наркозом. Потому что это тоже особое состояние сознания, когда душа человека открыта. И он просто как ребенок. Он воспринимает и внемлет каждому слову врача. И для него эти слова могут быть теми самыми семенами, которые в последующем дадут ростки здоровья. Поскольку врач будет внушать ему здоровье. Будет внушать ему, что в его организме есть самоисцеляющие процессы, которые будут развиваться и выведут его организм, помогая врачу, ему. Или напротив, туда будут заронены семена и ростки того, что все плохо, все запущено. Вряд ли удастся помочь. И, соответственно, особенно люди пугаются незнакомых, непонятных слов. Тоже сталкиваясь с этим и в психологии, помню, как я однажды своей знакомой сказала о том, что она оказалась в круге и вовлечена в триангуляцию. Она была шокирована. Она говорит, о господи, я подозревала, что это что-то такое. Конечно, я не знала, как это называется. Но это ужасное слово, какой кошмар. И они проделывают это со мной. Я засмеялась и объяснила ей, что это значит. То есть, действительно, люди реагируют крайне нервозно. А то, что слышат, и особенно если эти слова им незнакомы. Поэтому очень важно и очень полезно врачу разговаривать с пациентом. Но в наши дни не всегда врач имеет достаточное количество времени для того, чтобы объяснить, разжевать информацию, для того, чтобы успокоить пациента. И вот здесь, конечно… Ещё мы обязательно вернёмся к этой теме. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Очень приятно, Екатерина. Очень приятно. Подскажите, пожалуйста, чем можно лечить простуду на раннем сроке беременности? Горло, насморк, температура 37. Пять недель беременности сейчас. Благодарю за ответ. Спасибо большое. Екатерина, чем раньше вы начнёте элементарные мероприятия, тем они будут более эффективны. Наиболее эффективны всё в течение суток. Первое, что я рекомендую беременным женщинам при ОРВИ в первом триместре – это раствор морской соли. Спреи. И это всё надо делать до пяти-шести раз в течение дня. Критерием эффективности – вкус морской соли на языке. То есть, это должно быть такое количество жидкости, чтобы слизистые были промыты. Следующие моменты достаточно широко. У нас в перинатальном центре есть большой опыт работы БАДов. То есть, то, что разрешено при беременности. Это может быть эуфорбиум, композитум, это спрей для носа. Это хороший эффект, доказан на противовоспорительном эффекте. Каллоидное серебро. Некоторые используют КГЦЛ. И если уже температура повысилась выше 38 градусов, критерий, тогда вы можете применять в качестве жаропонижающего парацетамол. Но не надейтесь на таблетки. Обычно тёплое питьё, обильное. А содой можно полоскать горло? Бессмысленно. Бессмысленно. Корень языка не пускает жидкость туда, где она должна что-то прополоскать. Наиболее эффективны промывания носоглотки. Спасибо большое. У нас есть ещё один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга. Какой у вас вопрос? У меня вопрос к доктору вот какой. Моей дочери 25 лет, ей вот недавно поставили диагноз болезни Пехтерева, сдавала анализы. И мой вопрос, может быть этот анализ быть, ну, как бы неточным, и можно ли надеяться на то, что пересдать анализ и получить диагноз другого плана. Это, конечно, очень пускается. Это как раз, я понимаю, что ко мне, как к ревматологу, это как раз тот случай, когда дополнительные методы исследования могут вести в заблуждение, в том числе и врача. Вероятно, речь идёт об исследовании антигена B27. Если он выявлен у вашей дочери при генетическом исследовании, это не означает, что она болеет болезнью Пехтерева. Это значит, что у неё есть определённая вероятность не больше 30% заболеть этим. Тут должны быть критерии воспаления, рентгенологическая диагностика. То есть один диагноз – это не подтверждение болезни Пехтерева или анкилозирующего спондиля артрита. Спасибо большое, Наталья Алексеевна. Напомню, что работаем мы в прямом эфире. 200-й, 25-19. Звоните, задавайте волнующие вас вопросы. Ирина Олеговна, сейчас хочу обратиться к вам. Какие чаще всего проблемы беспокоят наших граждан? Какие чаще всего вопросы вам задают? Самые основные проблемы, которые задают акушером-гинекологом, это как прийти к успешной беременности, как преодолеть бесплодие, как преодолеть неблагополучные исходы, именно мертворождение, привычные выкидыши, невынашивание. Вот это основные вопросы, но мне бы хотелось сказать, что нам нужно идти далеко вперед, вернее, к стокам беременности, и я хочу призвать всех наших уважаемых слушательниц и их спутников к тому, что к беременности нужно готовиться. Хочу повторить прямо Наталью Алексеевну, которая сказала, что вот нужно от такого-то врача поменять врача. Если вам врач говорит, забеременеешь, потом придешь, даже если в первом случае это неправильно, от этого врача нужно тоже уходить. Если врач предлагает выскабливание, например, при неблагоприятных исходах беременности, вместо современных совершенно неинвазивных методов прерывания беременности, которая стала неуспешной, неудачной, то нужно от этого врача уходить, иначе травмы, которые нанесет выскабливание в виде и воспалительных, и повреждений эндометрия, они неизбежно приведут или к бесплодию, или к невынашиванию в дальнейшем. То же самое, если у вас есть, обращаются постоянно с шейкой, и мы отменяем очень много, практически около 80% операций мы отменяем, потому что очень часто ставится диагноз эрозия, как такового диагноза такого нет, эрозия. Но без всяких показаний оперируется шейка, когда женщина еще не завершила свою репродуктивную программу. Поэтому нужно попасть к гинекологам, которые не хотят во что бы то ни стало сделать операцию на шейке, и не делают это своим заработком, то есть не выносят его в ранг такого, в общем-то, императива, а очень внимательно разберутся и поймут, насколько эта операция показана. И на самом деле, когда к нам вот в центр попадают, в нашу клинику попадают женщины, 80% где-то операции мы отменяем на основании углубленного, расширенного исследования шейки матки, который мы точно знаем, будет это состояние, приведет к условно озлокочистлению, скажем, в ближайшие 10-15-20 лет. Или это можно отсрочить вмешательство, и более того, сам по себе естественный ход событий показывает, что очень часто вирус папилломы человека, который причастен к этим патологическим очагам на шейке матки, они сами производятся эрадикация, то есть удаление, они сами уходят из организма, если мы правильно работаем над иммунитетом, над здоровым образом жизни, над правильным сексуальным поведением. И все это мы, естественно, должны обсуждать с нашими пациентками, и они должны это хорошо знать и понимать. Спасибо большое, Ирина Олеговна. Наталья Борисовна, к вам обращусь с тем же вопросом, сейчас звонок примем и продолжим эту тему. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Сергей, я в первую очередь хочу поздравить всех работников медицинских тихого дона с наступающим профессиональным праздником. Большое спасибо. Да. А у меня вопрос к терапевту. Вот я уже более пяти лет нахожусь под наблюдением врача-терапевта. У меня, как она говорит, насколько я могу сейчас сказать, диффузные изменения печени, и то ли плазма, там норма 20, сейчас вот последний раз в неделю-две назад сдавал, было 23. И, ну да, принимаю постоянно эссенциали. Так, болевых ощущений у меня нет, и поджелудочная тоже, на строгой диете так я стараюсь быть. Ну вот, не знаю, как, что вы мне посоветуете? Спасибо, Сергей, постараемся ответить. Насчет диеты, это очень правильное выполнение вам рекомендаций доктора. Я думаю, что имеет смысл более углубленно изучить проблемы вашей печени. И это не просто терапевт, гастроэндеролог должен быть для того, чтобы всеобъемлюще охватить функции печени. Мне непонятно, есть или нет фиброз. Есть такое современное исследование, как фиброэластография печени. Надо смотреть активность ферментов. К сожалению, очень актуальной становится проблема вирусного поражения печени. То есть надо изучить, нет ли у вас гепатита, B или C, которые могут протекать субклинически. Поэтому я бы не советовала вам ограничиваться приемом эссенциали и возлагать какие-то надежды на этот препарат. А вот дообследоваться для создания более эффективного курса однозначно нужно. Спасибо большое. Напомню, что мы работаем в прямом эфире 200 ровно 2519. Также звоните в нашу студию, задавайте волнующие вас вопросы. Наталья Борисовна, с какими чаще вопросами обращаются к вам? Ко мне тоже чаще обращаются с вопросами бесплодия, с вопросами невынашивания беременности, ну и, конечно, с вопросами ведения беременности. Это основные вопросы. Ну, что мне хотелось бы сказать... Оперативная гинекология. Да, оперативная гинекология Ирина Олеговна подсказывает. Да, я как хирург, я очень люблю оперировать, но, к сожалению или к счастью, у меня есть другой, еще очень много других пациентов. Что я хотела бы сказать, что я заметила и что мне кажется важным в такой большой аудитории сказать. Сейчас теряется связь между врачом и пациентом. Почему? Потому что 20 минут приема и 10-15 минут на заполнение медицинской документации. Человек приходит, он собирался, он ждал, он хочет тебе рассказать, с тобой поделиться самым важным, своей болью. А ты должен, кроме паспортной части, еще очень много заполнить. И, как правило, даже иногда, вот мне жалуются иногда и пациенты, и родственники, что врач на них не обращает внимания, потому что он занят со своим компьютером. Ну, это как бы издержки, но на самом деле я действительно хочу сказать, что врач должен знать своего пациента, врач должен помнить своего пациента. Потому что, если мы забываем, то это очень ранит наших больных. И если мы не можем сложить все пазлы, то мы никогда не получим картину, мы никогда не получим картину его болезни, картину его состояния. И мы, соответственно, не можем ему качественно помочь. Вот это, мне кажется, очень важно, вот эта связка врач-пациент. В продолжение того, о чем говорила Наталья Борисовна, хочу сказать, что недавно слышала на медицинской конференции семейных врачей интересный доклад об исследованиях, проведенных, где пациентов опрашивали возле кабинета врача. Прием длился 15 минут, и им задавали один и тот же вопрос. Что вы поняли, что вы почувствовали, и что вы будете делать дальше? Вот через 15 минут после 15-минутного приема пациенты, как правило, говорили, в общем, особо ничего не понял. Какой диагноз вам ставит врач? Непонятно, он что-то написал, да? Что вы почувствовали? Почувствовали, что нас недослушали и не поняли. Недослышали. Да, недослышали, недослушали, недопоняли. И далее прием был продлен до 18 минут, всего лишь 3 минуты было добавлено. Результаты поразили, потому что люди через 18 минут, 3 минуты оказали такой сильный эффект, о котором даже сложно было думать, и можно было, трудно было предположить, что эти 3 минуты, они внесут в понимание и ясность взаимоотношения пациента и врача большой вклад. То есть пациенты выходили уже с пониманием того, что говорил врач, что он им предписал, какие назначения сделал, и как им следует вести себя в дальнейшем для того, чтобы совместно с врачом бороться за свое выздоровление. Да, Ирина Олеговна, добавите. Нет, принято считать, что душу лечит священник, а тело лечит врач. Вот я категорически не согласна с этим, потому что врач должен лечить все. И для того, чтобы лечить душу, он должен быть исповедником, он должен быть тем человеком, которому пациент должен доверять. Вы скажете, что это фантастика, такого не бывает в жизни? Нет, бывает. Я знаю таких врачей, они есть. И меня удивляет еще, спасибо большое нашим слушателям, у которых все-таки есть желание и мотивация благодарить и поздравлять врачей с нашим праздником. Потому что сейчас идет не совсем правильная и в средствах массовой информации идет какая-то политика, которая осуждает действия врачей. Врачи облекают в полную форму ответственности за все. Но на самом деле все исследования социальные, философские, врачебные, профессиональные показывают, что доля врачей, медиков вообще в любую проблему неблагополучия, которая происходит, она всего лишь замыкается на уровне 10%. Остальное 90% это социум, это отношения, это психическое здоровье, это образ жизни, это питание, это вредные привычки, это все-все-все вместе. И поэтому ответственность перекладывать полностью на врачей за то, что что-то происходит, это, на мой взгляд, неправильно, хотя это сплошь и рядом происходит. Мне бы очень хотелось, чтобы медицина также выздоравливала в настоящее время, как и выздоравливают наши пациенты. Спасибо большое, Ирина Олеговна. Мы обязательно продолжим эту полезную беседу. Мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами. Красная Гвоздика на протяжении нескольких поколений является символом памяти об ушедших героях. А сегодня она стала еще и символом помощи ветеранам, живущим среди нас. Приобретая значок «Красная Гвоздика» в магазинах города, вы помогаете ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. На старт! Внимание! Марш! И вот продажи в ЖК «Новая Пальмира» уже стартовали. Вперед вырываются 26-метровые однушки, их пытаются обогнать 50-метровые двушки. Но трешки с оптимальной площадью не дают им расслабиться. Вот это забег! Ловите, пока не убежали! Квартиры в новых секциях от 1 миллиона 155 тысяч рублей. Звоните 303-44-22. Застройщик УОС «Тройкарант». Проектная декларация на сайте новаядиспальмира.рф. Уважаемые взрослые и дети! В связи с последними случаями травмирования подростков, Северокавказская железная дорога напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах. При этом убедитесь в отсутствии приближающегося поезда и следите за световыми и звуковыми сигналами. Не пользуйтесь наушниками при переходе через железнодорожные пути. Не подлезайте под железнодорожные составы и пассажирские платформы. Не поднимайтесь на крыши вагонов и опоры контактной сети. Берегите себя и своих детей. Телефон рекламной службы «ФМ на Дону» 201-79-00. Спортивная программа. Спортсмены, тренеры и спортивные эксперты. В четверг в 18 часов на «ФМ на Дону». Категория 12+. Донские кулибины. О новых разработках ученых Ростовской области и о том, как они могут повлиять на жизнь нашей планеты. Слушайте в программе «Донские кулибины» по средам в 9.50 на «ФМ на Дону». Категория 12+. Мы знаем, что происходит в Ростовской области. Мы там, где новости. Все уже обсуждают на don24.ru. Категория 12+. Связаться с ведущими радиостанцией «ФМ на Дону» можно и по номеру WhatsApp 8-900-38-165-107. Присылайте свои сообщения с 7 до 9 в программу «Ранняя пташка» из 13.00 до 14.00 в Большой информационный час 8-900-38-165-107. Большой информационный час. Мы вновь в студии. С вами по-прежнему Марина Орлова. Сегодня, накануне Дня медицинского работника, мы продолжаем говорить о том, какие проблемы волнуют наших граждан, с какими вопросами. Чаще всего наши граждане обращаются к врачам. Поговорим, конечно, сегодня еще и о сложностях профессии. Обязательно. По-прежнему работаем в прямом эфире. Чем-тоity. Я напомню, что у нас сегодня в гостях заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач, акушер-гинеколог высшей категории, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Медицинского университета Ирина Олеговна Буштрева, кандидат медицинских наук, терапевт Наталья Алексеевна Артеменко, доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии номер 4 Наталья Борисовна Кузнецова и психолог, психотерапевт Европейского реестрера Екатерина Владимировна Трофимова. Звоните в нашу студию или пишите нам по номеру WhatsApp 8 938 165 107 Продолжаем мы нашу беседу и есть у нас сообщение в WhatsApp Давайте, наверное, с него и начнем Так, будучи беременной, пришла на консультацию к акушеру-гинекологу Ко мне отнеслись невнимательно, нахамили Ой, даже такое бывает Все было в спешке, в итоге это отбило у меня всякое желание ходить к акушерам Рожала дома, не все благополучно Кровотечение увезли по скорой, могла потерять ребенка Да, и умереть сама Виню во всем таких вот невнимательных врачей, у которых нет времени на простых смертных Всех присутствующих врачей уважаю, спасибо вам за ваш труд Такое сообщение, да Да, хотелось бы сказать и в продолжении того, о чем Ирина Ореговна говорила И в продолжении этого сообщения Что вообще, как распределяется ответственность между врачом и пациентом Есть три группы пациентов, которые обращаются к врачам Ну и к психологам, они же идут, те же самые три группы пациентов Первая категория граждан, это те, которые перекладывают ответственность за свое здоровье полностью на плечи врача И не важно, какой врач, хороший, плохой, потому что в любой специальности есть разные специалисты, как мы говорили Нужно внимательно слушать и смотреть Нужно обращать внимание на то, что он говорит И для того, чтобы доверить вот так слепо свою жизнь, свое здоровье в руки какого-то врача Нужно и отзывы собрать, нужно и внимательно присмотреться, да И выработать вот это доверие совместной работы Вторая группа пациентов, это люди, которые не привыкли доверять вообще Это боязливые, тревожные люди, которые, вероятно, имеют в жизни опыт негативного обращения за медицинской помощью Или просто они очень сильно боятся И вот эти самые люди, они, конечно же, пытаются заниматься самолечением Они, окей, гугл запрашивают, они обращаются в Яндекс И, соответственно, результаты такой самопомощи крайне плачевные и печальные И есть третья категория граждан, те, которые готовы обращаться за медицинской помощью Профессиональной медицинской помощью, готовы сами работать Потому что врач делает назначение, а активность это в руках уже самого пациента Насколько четко он будет следовать предписаниям, насколько он будет правильно их выполнять Все это зависит от самого человека И, конечно, вот эта третья группа, вы знаете, она более малочисленная, чем две предыдущие То есть людей, которые готовы работать в сотрудничестве И брать ответственность за свое состояние здоровья на себя Их немного И я думаю, что тоже радиослушатели нас услышат сейчас И поймут, что нужно совместно с врачом работать Ни в коем случае не самостоятельно заниматься лечением Но и не перекладывать ответственность на врача Ну вот тоже у нас была программа про домашние роды И мы слышали много мнений, когда действительно к беременной женщине Отнеслись как-то в спешке, как-то неуважительно, может быть И человек принимает решение рожать дома Соответственно, много рисков В этом сообщении, слава Богу, как говорится, что все закончилось благополучно Как в условиях такого малого количества времени Уделить внимание пациенту и сделать так, чтобы и он тебя понял, и услышал, и ты его услышал? Очень жаль Можно я отвечу, да? Очень жаль, что вокруг этой женщины оказалось больше и больше людей Которые не отговорили ее Которые, ну у нас есть и в СМИ, и в интернете Достаточно большое внимание уделяется домашним родам И не всегда эта информация адекватная Очень жаль, что возле этой женщины оказались такие люди Которые ее, скажем так, подбадривали или не противились ее этому решению И действительно, я тоже встречалась с одной парой, которая сказала мне Ну, случиться же может и в больнице неблагоприятный будет исход, и кровотечение, и гибель ребенка Или же какой-то такой вот, да, ну плохой результат Действительно, в больнице тоже может случиться Но риск минимальный А дома это максимальный риск развития осложнений К сожалению, ну или к счастью, женщина рожает немного в своей жизни А доктор видит большое количество родов Он видит большое количество разных ситуаций И он готов к решению этих ситуаций Да, существуют риски, это есть такое Нестандартные пути, да? Да, но если человек дома оказался, то риск осложнений очень большой Ну, я бы хотела добавить, что в этой ситуации Девочка, которая нам позвонила, женщина, да Она, собственно говоря, обиделась Вот при неудачном контакте с врачом Который ее напугал, не уделил внимания, не успокоил Не сказал, что я разделю с тобой твои проблемы То есть здесь чисто нарушение этических, дентологических норм О котором, конечно, Екатерина говорит всегда И нам очень правильно это поясняет Мне бесконечно всегда жаль таких пациенток И жаль своих коллег, которые, в общем-то Для чего они пришли в профессию Для чего они, в общем-то, работают И я всегда напоминаю своим ученикам Что мы для пациентов, а не пациенты для нас Поэтому нужно всегда найти в себе силы Для того, чтобы провести правильно собеседование Правильную беседу Выстроить этот диалог Для того, чтобы пациенту стало легче И она почувствовала себя рядом с тобой безопасным Вот эта пациентка, она сразу обиделась, ушла И она подвергла смертельному риску И себя, и ребенка И мы знаем много историй Слава Богу, что они их не так много знают А мы много знаем, когда это все завершалось трагически Поэтому вот эта система МЧС, когда не могут отреагировать Не смогут спасти и помочь Она очень тревожная Это тревожная тенденция, на мой взгляд И было бы правильно сказать Не как Катя говорит Выбирать врача, собирать отзывы Отзывы можно искусственно себе создать Искусственный пиар А реально, мне кажется, нужно опираться на репутацию медицинского учреждения Там, где все правильно построено По порядкам оказания помощи и стандартам И такие учреждения, они обеспечивают для всех комфорт И правильную медицинскую помощь И все-таки я бы хотела сказать Что уважаемые наши коллеги Уважаемые наши девочки В преддверии праздника я ни в коем случае не оправдываю медиков Но я бы хотела сказать, что среди медиков Точно такая же квота Несуразных, неграмотных, непрофессиональных, бездушных людей Как и среди сантехников, юристов, учителей, чиновников и так далее Поэтому вы всегда должны об этом помнить Мы живем в одном обществе И вот медики это не особенная каста Это, в общем-то, люди Конечно, сейчас отзывов очень много И придуманных, и написанных самостоятельно На себе же, поэтому интернет-отзывы Это особая категория в наше время Нужны реальные отзывы и реальных людей спрашивать А вот я еще хочу сказать про обиду на одного врача Которая перерастает в обиду на всю медицину Это называется генерализация обиды И это очень детское поведение Знаете, споткнулся, бревнышко виновата, камешек плохой Кину мороженого, еще и с мамой не буду разговаривать То есть очень детское поведение И нужно сказать, что вообще все пациенты, как дети, замечали? Они же слушают, открыв рот Или выполняют, или не выполняют Капризничают, жалуются И поэтому отношение к пациенту, как к ребенку На мой взгляд, не знаю, согласитесь вы со мной или нет Мне кажется, самым таким правильным Потому что нечего рассчитывать, что это взрослый человек И сейчас он все будет делать Даже самые ответственные люди на высоких постах Заболев иной раз, ведут себя как абсолютные дети Они говорят, нет, не буду лечиться Не надо мне ничего, не подходи ко мне А на самом деле мечтают, чтобы родные, близкие врачи Прорвались через эти защиты И сказали, ну все-таки попей бульончик Ну выпей таблеточку И вот он лежит такой гордый, взрослый, сильный И отказывается от помощи Спасибо большое У нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Алло, алло 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 Технически у нас проблемы Продолжим нашу беседу Напомню, что мы работаем в прямом эфире 200 ровно 25.19 Звоните еще в нашу студию Да, Наталья Алексеевна Мне кажется, что самый эффективный способ Найти правильного врача Это спросить у того врача Который тебе не понравился Вы знаете, мне тоже бывают ситуации, когда я понимаю, что пациент не доверяет мне И я откровенно спрашиваю Вы хотели бы выслушать мнение еще другого профессионала? И я лучше, чем сам пациент по форуму, через Яндекс знаю, кому имеет смысл направить пациента для того, чтобы он получил профессиональную помощь, а не пошел по кругу Ведь если он сам выберет трех врачей, мнение может быть разным Как он будет принимать решение Но если я, не справившись ситуацией, направила к уважаемому коллеге, которому я доверяю, который однозначно профессионален Может быть, у него лучше получится контакт с пациентом Вот хочу сказать, интересно, здесь есть особенность, что ведь доверие и недоверие Нередовая Вообще, да, нередовая Приятно очень слышать Я хочу сказать, что одни и те же люди одним помогают, а другим нет И когда пациент приходит к врачу, у него тоже возникают чувства, переносы И он, врач, может напоминать ему злую соседку, которая его постоянно заливает И ничего личного, но доверия уже не будет Или свекровь, с которой постоянно ссорится этот пациент И здесь, конечно, очень важно понимать, что доверие и недоверие пациента – не оценка твоей деятельности Это просто, ну вот по-человечески, сошлись или не сошлись Это абсолютно нормально, и пусть идет туда, где ему помогут Ведь главное – это результат, и главное, чтобы человек был здоров А еще основные два портрета наших современных пациентов, как мы их видим Один пациент приходит, ему нужен срочно наиболее точный диагноз Самый короткий путь к диагностике И затем очень короткий, быстрый путь к выздоровлению Сказал, сделал, поставил диагноз, вылечил Это один вариант Второй вариант, когда не так уж нужен не столько диагноз, сколько надо поговорить Надо уделить внимание, надо просто поплакать А если темперамент врача не совпадает с темпераментом пациента, это входит часто в противоречие Как говорят, вот это мой пациент, или пациент говорит, вот это мой доктор Который, это очень важно настроиться на волну, понять психотип своего пациента И также к пациенту понять психотип своего врача, которому он пойдет дальше или не пойдет И смотря что он хочет, мотивация, что он хочет получить от своего врача Я можно еще скажу, как пациент или как дочка пациента И как врач, который сидел неоднократно на приемах Где была очередь по 20 человек в коридоре Существует такая вот психологическая подоплека Когда мы ждем в коридоре, нам кажется, что пациент в кабинете очень долго там находится Плюс заходят медработники, которые отвлекают нашего врача Плюс заходят, ну это тоже часто бывает, медработники, которые спрашивают по поводу каких-то там своих протеже И это очень сильно все раздражает пациентов, сидящих в очереди Но как только мы, нам кажется, быстрее бы он этот пациент уже вышел Но как только мы попадаем в качестве пациента к врачу То нам, даже если мы были очень недовольны, нам очень хочется подольше побыть с этим доктором Если нас устраивает информация, которую мы получаем То есть мы пришли по поводу подозрения на онкологию Но тут нас доктор начинает разубеждать, доказывать, что нет, у вас нет онкологии Нам хочется подольше быть с этим доктором Нам хочется еще что-то услышать, может быть он еще что-то скажет Для нас каждое слово на вес золота Если нас не устраивает информация, наоборот, доктор немножечко как-то нас настращал То нам тоже хочется немножечко узнать подольше А что же так смутило доктора, а куда нам идти дальше, а что нам делать То есть как только мы попадаем к доктору, мы становимся маленькими беспомощными детьми Это так И здесь очень важно на месте доктора проявить к нам сочувствие, внимание, терпение и помощь Есть у нас еще одно сообщение Сейчас в обществе наблюдается какая-то странная тенденция Некоторые девушки, видите ли, не хотят мучиться и хотят сделать кесарево без показаний Вопрос к акушерам-гинекологам Когда к вам приходят с такими просьбами, как вы реагируете? Да, эти вопросы есть, на самом деле их не так много Это не сплошь и рядом такие тенденции Но такие вопросы задают Мы стараемся, если нет показаний для кесарево сечения, убедить, что роды – это физиология Что все этапы – это очень полезно и физиологично для плода, для ребенка И таким образом чаще всего нам это удается сделать Но как это не звучит парадоксально Очень часто женщины, которые настаивают на операции кесарево сечения И мы не видим для этого показаний Очень часто оказывается, что потом в родах они появляются, эти показания Они есть, они просто были скрыты, они были маскированы Они, ну что-то вот нужно доверять интуитивно, нужно доверять и женщине Очень часто женщины говорят о том, что старшей возрастной группы, которые начинают рожать 35 И она говорит, я рожать буду один раз, и один раз в жизни И если она один раз в жизни рожает, то кесарево сечение – это, безусловно, стопроцентная гарантия появления живого, здорового ребенка Поэтому нюансов очень много На самом деле нельзя огульно и настойчиво настаивать исключительно на собственном мнении Нужно всегда, чаще всего надо идти на поводу у женщины и разобраться, что ей мотивирует Она боится боли, она боится плохих исходов Нужно в этом разобраться, и тогда это будет правильное индивидуальное консультирование Всегда требуется высоко персонифицированный подход к таким пациенткам Хотя во всем мире уже это называется элективное кесарево сечение Когда без показаний, по желанию женщины, производится Во всем мире это уже есть Спасибо большое, Ирина Олеговна, у нас есть телефонный звонок Алло, здравствуйте Добрый день Добрый день, как вас зовут? Григорий, ну отчество 0 Григорий, задавайте вопрос Я задаю вам вопрос такой Я инвалид с детства, у меня один год И второй уже Мне 58 лет Второй уже у меня очень-очень плохо Ну короче говоря, садится зрение Не читать, не писать Не так вот по улице Идти по силуэтам Вот я могу рассчитывать на что-нибудь Я не знаю, что мне делать Или мне Ну, я извиняюсь, это грубо говоря Повеситься там это Ну, ну, в чем мне делать Не скажите Попробуем Вы знаете, Григорий Ну, повеситься всегда успеете Моей маме 86 лет Она не видит в силу ряда сосудистых причин Уже около пяти лет И тем не менее, каждый день Она гуляет по два часа Она выполняет элементарные нагрузки Она активно участвует в деятельности семьи Она ругает меня Когда я неправильно, на ее взгляд, воспитываю сына То есть Я знаю прекрасного музыканта Можете в интернете посмотреть Олег Акуратов Который слепой от рождения Это сейчас музыкант с мировым именем Это не слепой музыкант Герой художественного произведения Короленко Это реальный человек Которому открыт мир Мир не только музыки Но и мир вообще И все-таки я считаю Что в 58 лет За сохранение зрения вашего второго глаза Надо бороться Поэтому, если ваш доктор На уровне ЦРБ Не может оказать этой помощи Попросите направление Лечебные учреждения области У нас прекрасные окулисты И я думаю, что Помогут сохранить Остаточное зрение Но Визуальный контакт Это не единственный контакт С внешним миром Не опускать руки Да, не опускать руки Нужно, конечно, не сдаваться Григорий Буквально у нас остается 7 минут до конца нашей программы Я хотела бы спросить у вас еще вот о чем Профессия ваша Она очень ответственная Конечно, рискованная И непредсказуемая Жизненно важная В то же время И незаменимая Для любого общества Ненормированный график В любое время дня и ночи Вам могут позвонить И может потребоваться Ваша помощь Помните ли вы тот момент Когда вы осознали Что вы хотите посвятить себя Именно медицине Да, я помню этот момент Но мне всегда хотелось Быть санитаром в классе Проверять чистые ли руки Опрятный ли вид У наших У моих одноклассников И вот в 9 классе Я уже рассказывала Было принято решение Стать медиком Многие моих родителей Друзья Называли меня коллега Они врачами были Их имена гремели И мне это было очень приятно Я чувствовала Свою Причастность К этому сообществу И мне нравилось Какой они пользуются Репутацией Авторитетом Как их уважают Конечно Это сейчас небо и земля Отношение к нашей профессии Репутационные уроны Безусловно Медицина Медицинская профессия Профессия врача Она понесла Кто в этом виноват Виноваты сами медики Виновата общество Виновата жизнь Не мы такие Жизнь такая Трудно сказать Все наверное вместе Все в совокупности Но очень хочется Чтобы был ренессанс Нашей профессии Потому что очень много Самоотверженных медиков Которые каждый день Спасают жизнь Мы видим Как в Кремле Как в правительстве Часто награждают Людей Которые спасли Кому-то жизнь При утоплении При пожаре Но я хочу сказать Я вижу своих коллег Которые каждый день Совершают такой подвиг Они просто вот Наклонились Люди в белых халатах Над своими пациентами Над маленькими Неоматологи Анестезиологи И реаниматологи Возвращают к жизни Кого-то Хирурги Которые спасают Один раз И навсегда Сохраняют эту жизнь Я это вижу каждый день Но они не награждают Их не вызывают В Кремль Не дарят Ни медали Это как бы Стало рутиной И привычным На самом деле Конечно Ежедневный подвиг Врачей в белом халате Он должен быть Оценен Нашим обществом Если оно Конечно же Не болеет А больное общество Порождает и больных врачей Наталья Борисовна Помните ли вы этот момент Когда вы осознали Приняли это решение Да Этот момент Как бы Состоит из двух аспектов Потому что Моя старшая сестра Которая старше меня На 10 лет Она В моем Сознательном возрасте Поступала в институт Приезжала На каникулы Училась Рассказывала О своих Медицинских Буднях И мне это все Постепенно Очень нравилось И как-то Воспитывала Во мне Приверженность К медицине Но Не совсем В зрелом возрасте Еще до окончания Школы Я прочитала Просто одно произведение Которое Опять же Мне посоветовала Его сестра Прочитать Это было Произведение Кронина Цитадель И вот как-то Я там плакала И смеялась И радовалась И прочитав Это произведение Я поняла Что Действительно Это герои Мне почему-то Тоже захотелось Быть героем Немножечко И Вот Скажем так Вот такое Совместное Влияние Семьи И Художественного Произведения Повлекло за собой Мое стремление Стать врачом Спасибо большое Наталья Борисовна Наталья Алексеевна Я Свой рассказ Хочу начать С поздравления Нашим Медсестрам И младшему Персоналу То есть Только вот такая Единая команда Она может Обеспечить Успех В лечении И выбору Профессии Я обязана Своей бабушке Которая была Младшим Медицинским Работником Но Тогда в Тридцатые Годы Я думаю Что ее знания Могли Соперничать Со знаниями Не побоюсь Этого слова Некоторых уж Фильферов точно С праздником Коллеги И коллеги Прежде всего Да Ну что ж Хочу сказать Что пока есть Такие специалисты Как вы Ну уж точно Ничего не страшно Всех вам благ В вашем нелегком Но столь важном деле С наступающим Праздником И вам Екатерина Владимировна Тоже отдельное спасибо Что пришли в нашу студию Помогли нам тоже Разбираться В некоторых вопросах Это интервью Вы можете еще раз услышать Сегодня с 18 До 19 часов На этом я с вами прощаюсь В студии была Марина Орлова Всем большое спасибо Что были сегодня с нами Спасибо Спасибо До свидания До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok